Всем привет! Меня зовут Екатерина. И добро пожаловать на мой канал. И в сегодняшнем видео мы с вами вместе будем пробовать новинку от Наташи Диноны. Это кремовые тени Chromium Liquid Eyeshadow. Это такие новые мультихромные, очень красивые жидкие тени. В одном из моих прошлых видео с первыми впечатлениями на новую палетку Glam Palette от Наташи Диноны мы уже с вами чуть-чуть попробовали эти тени. Но особо не было возможности как-то их прям распробовать полностью, потому что мне настолько понравилась палетка, что мне не хотелось добавлять уже эти кремовые тени. И я тогда вам пообещала, что у нас будет как раз-таки отдельное видео на тему этой потрясающей новинки. И чтобы это видео было чуть более интересным, я хочу сделать его в формате... Повторяю макияж из Инстаграма Наташи Диноны. Попробуем вместе с вами воссоздать образ из ее Инстаграма. И вечером я сделаю апдейт. Посмотрим, как они будут носиться и выглядеть уже после большого количества часов носки. Мы будем вместе с вами делать вот такой вот классный, красивый, графичный мейк. Здесь такие вот двойные крутые стрелки. Я обязательно продублирую фотографию на экране. Мне кажется, что это максимально крутой, трендовый и свежий образ, потому что, я думаю, вы уже заметили, что именно сейчас входят в какую-то бешеную моду мультихромы. Если зайти в рекомендации в Инстаграм, лично у меня они просто на 100% заполнены всякими инди-брендами, которые сейчас выпускают большое количество классных прессованных мультихромов, каких-то таких интересных оттенков, теней. И насколько я помню, и насколько я знаю, Наташа пока единственный бренд, который сделал именно такого плана продукт в жидкой форме. Хотя я точно не знаю, поправьте меня. Если я не права, ну, по крайней мере, в такой как бы массовой, наверное, какой-то культуре, такой продукт захайпился именно благодаря Наташе. Но вообще мультихромы делают очень много инди-брендов. Я бы с удовольствием заказала бы какой-то из этих брендов, но я пока от многих блогеров слышу, что посылки идут очень и очень и очень долго. И я боюсь, что к тому времени, пока они мне придут, это все уже абсолютно перестанет быть актуальным. Поэтому обязательно пишите ниже в комментариях, если вам интересны на обзор какие-то инди-бренды с мультихромами. Я тогда обязательно обдумаю, заказать мне их или нет. Но пока что ситуация обстоит так, что придется мне их, наверное, очень долго ждать. Поэтому я все еще обдумываю этот вопрос. Ну и перед тем, как наносить этот потрясающий мультихром, нам с вами нужно сделать такую серую растушеванную форму и нарисовать стрелку. Как раз-таки сейчас этим и займемся. И для этого я, естественно, конечно, кто бы сомневался, буду использовать палетку Glam от Наташи Диноны. И начну я свою форму с оттенка Крис. Буду наносить ее вот сюда, вот как бы выше складки, создавая такое искусственное углубление, искусственную тень. Ребят, я очень извиняюсь. Если будет слышно моих соседей, у меня просто вообще нет другого времени для съемок. Я, к сожалению, не могу сейчас снимать только в тихий час, потому что мне нужно за сегодня снять два видео. И для этого мне нужно четыре часа хотя бы съемок. Поэтому, возможно, на заднем фоне вы будете слышать чертову дрель. Я просто не знаю уже, куда мне бежать. Что мне делать, но выбора у меня, к сожалению, никакого абсолютно нет. Я не очень низко спускаюсь вот этим оттенком. Я его как бы дотягиваю до линии, которая продолжается из нижнего века. И ниже уже не опускаю. И вот из внешнего уголка начинаю просто оттягивать к виску и растушевывать оттенок. Ну, мы с вами еще сейчас будем использовать оттенок до ее красоты. И теперь оттенком Transition пройдусь по краям растушевки, чтобы прям супер полупрозрачно все растушевать. Вот этот оттенок, конечно, Transition и Крис – это просто что-то нереально крутое. Вы только посмотрите, как это смотрится. Как будто бы, не знаю, как моя естественная тень. Очень подходит под мой цвет бровей, под мой цвет волос. Мне прям очень нравятся вот эти два матовых оттенка. Теперь пройдусь оттенком Lash Line по ресничной линии. И прям туда внутрь еще прокрашу межресничку. Он довольно-таки кремовый, поэтому хорошо цепляется. И можно даже не использовать карандаш, в принципе. Я так уже делала пару раз. И мне нравится эффект. Он такой получается очень растушеванный, потому что оттенок сам по себе липкий. И он хорошо даже в межресничку попадает. И если надо растушевать, то возвращаюсь к кисточке с оттенком Transition. И помогаю себе растушевать стрелку. И самим оттенком Transition я хочу, в принципе, запечатать все подвижное веко. Потому что, судя по фотографиям в инстаграме у Наташи, этот макияж больше сделан с таким матовым подвижным веком, без какого-либо сияния. Я все-таки хочу больше протестировать мультихромы. Насколько они будут хорошо липнуть к матовым, например, теням. И как это все будет держаться. Я еще взяла немного оттенка Lash Line. Смешала его с оттенком Smoke. И хочу вот здесь вот прям углубить чуть-чуть линию складки. Прям создать такую четкую, как будто бы линию. И потом под ней у нас будет вот эта вот вторая графичная стрелка. Ну и теперь мне нужно нарисовать две одинаковые черные стрелки, чтобы их потом продублировать нашим красивым мультихромом. Я, с вашего позволения, буду делать это в полнейшей тишине. Или, может быть, нет. Ну что, вот такие вот у меня получились стрелки. Я решила их не делать какими-то супер-пупер аккуратными. Особенно по верхней границе. Потому что, по идее, этот мультихром должен закрасить как бы полностью этот момент. Потому что у него очень большая плотность именно цвета. И даже если вы нанесете какую-то черную... Я не могу больше так жить. И даже если вы нанесете какую-то очень черную подложку, то, скорее всего, он ее перекроет. У меня, кстати говоря, оттенок Infra Nude. И давайте покажу вам потрясающе красивый плотный сводч. Этот оттенок переливается из розового в такой зеленоватый, что ли. Я беру для этого вот такую вот художественную кисть. Очень тонкую. И поехали. Ого, красивенько. Да, рисовать стрелки и что-то говорить одновременно, это вообще... Sorry, я так не умею. Да, действительно, очень плотный пигмент. Поэтому перекрывает даже черную подводку. Так что можно не париться особо над верхней границей стрелки и над ее аккуратностью. И теперь самое сложное, прорисовать ниже нашей вот этой вот плотной складки. При этом желательно не двигать веком, потому что продукт должен как бы зафиксироваться и усесться. И чтобы он по складке, скажем так, не разбегался ни в одну сторону. Блин, я так нервничаю, что у меня аж руки трясутся. Ну вот что-то примерно вот такое у меня получилось. Мне кажется, довольно интересно. Сейчас надо подождать, пока высохнет, потому что у меня довольно-таки все-таки нависшая века. И мне кажется, при некоторых ракурсах, возможно, даже не будет особо видно верхнюю стрелку. Но мы, по крайней мере, проверим, будет ли она скатываться или как-то плохо себя вести в складках. Что, я думаю, довольно актуально для многих людей. А теперь самое сложное – нарисовать здесь такой же второй глаз. Как бы попасть, блин, так прям идеально ровно в ширину, потому что у меня, видите, как бы это так сказать, у меня вот этот глаз более скукоженный, чем вот этот. На этом у меня здесь расстояние намного шире. И иногда, когда я делаю прям четко по складке, у меня получается, наоборот, здесь как бы выше, а тут слишком узко. Но у меня само вот это расстояние, видите, здесь гораздо шире, чем тут. Вообще довольно легко, кстати говоря, работает с этим продуктом, потому что он действительно кремовый. Это не какие-то прям совсем отдельные блестки. Он по текстуре хорошо распределяется и фиксируется, так скажем, за среднее количество времени, то есть не очень быстро, но и не очень долго. То есть вы успеваете спокойно нанести, немножко дотушевать, растянуть. И только потом уже продукт начинает фиксироваться на веках. И, в принципе, мне кажется, для такого, опять же, среднестатистического пользователя это будет, не сказать, что прям очень сложно. Так, главное не перенаслаивать этот продукт, потому что он начинает немножко странно лежать на коже. И немного подводкой подредактирую верхнюю границу, чтобы прям она такая супер острая и четкая была. Кстати говоря, лайнер нормально по этой текстуре рисует. Я думала, будет хуже, но мне удалось даже очень аккуратно поправить. И на лайнере моем от Tom Ford не остается никаких частичек, что тоже положительный результат, потому что не хотелось бы, конечно, себе портить и пачкать подводку. Но подредактировать стрелку никогда не бывает лишним. Ну что, я сейчас доделаю весь остальной макияж. Покажу вам, что у меня получилось и обсудим вместе с вами вот эту замечательную новинку. Вот такой вот у нас получился результат. Мне безумно нравится, как это выглядит. И, конечно же, вечером я обязательно сделаю апдейт о том, как носились эти тени, скатались, не скатались. И хотела, кстати говоря, проверить один момент. Насколько я поняла, эти тени вообще не водостойкие. Поэтому для тех, кто любит, не знаю, поплакать, пустить слезу, или для невест, или для людей с влажным веком, возможно, это не самый лучший вариант. Я сейчас подожду, пока высунет эта текстура. Но я только что вытирала ее салфеткой, и она довольно-таки легко сошла. Поэтому, наверное, эти тени совсем вообще никак не водостойкие. Так, ну они вроде как зафиксировались, чуть-чуть переходят отдельные блестки. Ну вот если не сильно тереть и не особо как-то надавливать, то, в принципе, держатся хорошо. Видите, я даже провожу. Ну, немножко есть блеск. Но я бы не сказала, что они как-то, знаете, сильно страдают от этого. Но блик все равно очень красивый. Прям, видите, такой вжух, вжух. Блин, да чего мне нравится. Этот так классно выглядит. Но если взять влажную салфетку... Они очень легко стираются, поэтому сразу могу сказать, что если у вас какое-то сильно влажное веко, или вы, не знаю, у вас какие-то, может быть, чувствительные глаза, и у вас может какая-нибудь там микрослезинка проскочить, то, конечно, лучше использовать какую-то очень-очень стойкую базу под эти тени. И все равно не факт, что это поможет как-то этим мультихромом продержаться дольше. Но, тем не менее, мне кажется, это даже хорошо, потому что что-то такое мега-стойкое и то, что въедается в кожу, мне кажется, для такой текстуры было бы... Она бы была более кожащая века, более такая цепкая. И мне кажется, именно для глаз это было бы не столь комфортно. Поэтому тут такой вопрос, как бы палка о двух концах. Либо мы делаем продукт комфортной в носке, который можно быстро растушевать, или даже не очень быстро, у вас есть время, чтобы это сделать, да, и комфортно с ним работать, но при этом он будет вообще не водостойкий, но красиво переливаться. И на другой чаше весов это очень-очень какая-то стойкая, въедающаяся текстура, которая будет быстро засыхать, которая, скорее всего, будет кукожить века. И мне кажется, выбирая из этих двух зол меньшее, я все-таки рада, что они не настолько прям жестко стойкие, потому что мне кажется, тогда текстура не была бы такой, не знаю, ну легкой и приятной, насколько это возможно вообще сделать жидкие мультихромы. Но мне кажется, у Наташи это отлично получилось. В общем, ждем с вами вечернего апдейта, и именно там я расскажу про свой опыт носки этих классных мультихромов. Так, ну что, на часах полдвенадцатого ночи, это значит, что я проносила данный макияж уже почти 12 часов, и я очень приятно удивлена. У меня абсолютно ничего ужасно криминального не случилось с моими такими интересными стрелками. Совсем чуть-чуть осыпались какие-то отдельные блестки. Я вставлю видео, где чуть-чуть крупнее покажу, но в целом результат прям очень классный. Ничего никуда не смазалось, не отпечаталось, не скаталось. Все выглядит точно так же симпатично, как и утром, поэтому мне кажется, это классный очень продукт. И если вы не страдаете какой-то, не знаю, излишней слезливостью, если у вас не какое-то прям сильно влажное веко, и вы не склонны к скатыванию, то мне кажется, все будет просто отлично. Особенно меня поразило, что даже в складке все очень хорошо продержалось. В общем, я очень удивлена и прям рада, что настолько хороший результат, все отлично продержалось. Двенадцать часов, мне кажется, и пятнадцать, и шестнадцать, ничего. Я думаю, особо бы не поменялось. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Обязательно пишите ниже в комментариях, как вам мой макияж, как вам эффект, планируете ли вы вообще покупать эти мультихромы, или, может быть, они уже у вас есть. Тогда обязательно напишите про свой опыт использования. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, и всем пока!